А сейчас о спорте. Традиционно в завершении года в Бресте проводилась спартакиада области среди спортивных школ по легкой атлетике. Соревновались юные спортсмены 2006-2007 годов рождения. Уверенную победу одержала Объединенная профсоюзная спортивная детско-юношеская сборная Олимпийского резерва. Весомый вклад внесли в победу воспитанники пинского отделения. Дважды первой в беге на 1500-3000 метров финишировала Дарья Протасюк. Быстрее всех пробежали 60 метров Юлия Некрашевич и Назар Косяк. Выше всех прыгнула в высоту Ирина Кривецкая. Второй в многоборье стала Анна Ермак. В беге на 60 метров с барьерами второй финишировала Александра Акинчиц. Дважды третьим финишировал в беге на 60-200 метров Евгений Денкович. За чертой призеров остановился Елисей Савилов в прыжках в длину и тройном с разбега. Победителей и призеров соревнований подготовили тренеры Александра Сенкевич, Елена Веренич, Михаил Волк. Поставлена точка в первом в своей истории турнире «Кубок по мини-футболу-2020» и «Джома». В минувшую среду состоялось еще завершающее сражение и была объявлена команда чемпион. Посмотреть, кто же им будет, собрались несколько десятков зрителей, в том числе очень юных, которые, видно, пришли поддержать своих отцов-футболистов. На площадке два гостя Кубка – Молотковича и Столин. Оба дошли до финала путем побед над соперниками, которые, проигрывая, выбывали. Борьба между командами, как и ожидалось, была достаточно жесткой, с острыми моментами и спорными ситуациями. Тем не менее, в первом тайме повезло Молотковичам. Они на мяч переигрывают оппонентов – 1-2. Во втором тайме команде Пинского района не удается удержать преимущество. Столин догнал соперника и в итоге сравнял счет, который до конца тайма остался ничейным – 3-3. После этого пришлось назначить пенальти, и интрига на площадке продолжилась, к немалой радости болельщиков. Вот так при их поддержке держит удар колкипер Молотковичей. И наоборот. И все же вот он, решающий момент финального матча. Да, именно команда нашего района не позволяет Столину ввести главные награды кубка, что было бы немалым нонсенсом в пинском мини-футболе. И побеждает соседей, надо признать достаточно сильную команду, со счетом по пенальти 2-4. Призы финалистам вручены. Эмоции и радостные, и огорчительные. Конечно, больше для столинцев, но это спорт, и в нем нередко есть возможность отыграться. Соседи могут сделать это на традиционном городском чемпионате, который планируется провести после Нового года. Рукой подать до Нового года и перед праздником хоккейная команда «Пинские ястребы» провела серию из трех игр. Вот их краткий обзор. 21 декабря. На арене в Бресте ястребы уступают одноименному клубу. В ворота пинчан пропущены три шайбы против одной забитой от Владимира Ровбы. Ею он открыл счет в матче и сделал это достаточно эффектно. Не получается здесь прострел у Куприянчика. Молодой защитник Ровба и забрасывает. Посмотрите, как классно! Через пять дней новая встреча по лиге с Витебском. И совершенно другая голевая картина. С преимуществом в два раза пинчане одолевают соперников на их льду. Три-шесть. В ястребах отличились. Вначале Алексей Котеловский, за ним Владимир Ровба. Не отстали от коллег Николая Михайлов, Глеб Былина, Федор Пышкайло. И дубль на свой счет за минуту до конца игры записывает Михайлов. Пинские болельщики очень ждали, что на подобной мажорной ноте ястребы попрощаются с ними до встречи в новом году. 28 декабря матч Пинчан опять не дома с новополоцким химиком, который сходу забивает уже на 34 секунде игры. Такой блажей ястребы больше не дают сопернику. Долго держатся, но пропускают на 53-й минуте встречи. Отбросив всякое уныние, пинчане все же смогли порадовать своих болельщиков сразу парой шайб в течение минуты. На 58-й отвечает химику Олег Станевич, а на 59-й Николай Михайлов сравнивает счет, и таким он остается до конца матча. Его исход пришлось определять по буллитам, и, увы, ястребы забивают всего на одну шайбу меньше – 3-2.